Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и влияние Белорусской империи всё больше сказывается на нашей планете, ведь мы продолжаем играть в игру под названием Диктатор Сноупис Кантри Боллс. И сегодня планы у нас максимально дерзкие, ведь я хочу отправить свои войска прямиком в Китай и захватить эту мировую фабрику всего. Да, бесспорно, в Китае должно быть больше всего производства, а значит, это будет офигительный плюс к нашей прибыли. Поэтому надо сейчас как-то запустить нашу ядерную программу, но для этого требуется захватить ещё шесть стран, и я даже примерно понимаю, где я буду их захватывать. Но, конечно, это будет Африка, причём не самые богатые, не самые развитые страны, просто все подряд, где-нибудь вот здесь, на южном побережье, да, западные части Африки. Так, ну начнём мы, пожалуй, с Нигерии. Возьму немного повстанцев, и сейчас опять, опять моё войско почему-то отправилось обратно в Европу. Хотя, возможно, из Европы будет быстрее нападать. Не, всё-таки из Африки быстрее, поэтому базу нужно срочно сменить. Так, сменяем на африканскую. Каждый раз, когда я загружаю игру, база перемещается. Я не понимаю, почему это происходит. Мои подчинённые меня не слушают, мои генералы готовят заговор. Да, не, глупости какие-то. В Белорусской империи слишком хорошо жить, чтобы устраивать какие-то заговоры. Все всем довольны, иначе и быть не может. Я просто уверен в этом. Так, с 50 того, 50 сего, 53-го, 51-го. Всё сделаем. Такс, и вот здесь всё отлично. Такс, потратили не особо много денег, зато армию создали реально большую. И можно будет из Нигерии сразу отправиться в Бенин, а оттуда в Тот, Того. Прикольно, я таких стран даже и не знал никогда. Ну, Нигерия, понятное дело, но Бенин и Того. Кто это, что это, где они, почему они? Ладно, боевые действия начинаются, а я пока продолжаю сбивать самолёты. А ещё было бы неплохо здесь что-нибудь захватить, потому что тот же Нигер, он не особо сильный, но при этом занимает большую площадь. И эту площадь хочется заблирать себе. Блин, повстанцы новые не почему-то дружелюбные. А чё это они, с кем это они воюют? Видимо, Нигер подавил восстание повстанцев, и это было печально. Ладно, тут мы победили, сразу отправляемся в Бенин. А пока опаньки. В Нигерии три завода. Какао-бобы, кешью и нефтяная вышка. Блин, кешью, обожаю кешью. Не ел их уже тысячу лет, но это супер мощные, супер вкусные орехи. Всем советую пробовать кешью. Офигенная штука. Так, что у нас? Франция! Повстанцы! Блин, опять? В Германии нет повстанцев, во Франции есть повстанцы. Какого чёрта? Сколько их? 58. С ума сойти можно. Может, стоит в Европе всё-таки захватить оставшиеся страны, а не идти в Китай? Нет. Саня, не сдавайся, мы идём в Китай. Всё сказано, сделано. А я пока прокачиваю кокосовую ферму, сбиваю самолёты. Ну и наши войска тоже нужно докупить. Что-то они как-то не в лучшем виде сейчас. А деньги позволяют это сделать безо всяких проблем. Такс. Хорошо. И авиацию, разумеется, по-быстрому. Уже научился чётко быстро это всё делать. Блин, потратил половину денег. Но ничего, когда мы захватим Китай, все эти потуги, все эти военные походы, они вполне... сполна окупятся. Такс, что? Албания. Чё с Албанией? Такс, Албания. Где Албания? Албания, Албания. Кто будет нападать на Албанию? Да, думаю, никто. Пехотная армия в Албании большая, поэтому бояться, в общем-то, нечего. Такс. Захватили, да? Ну, можно сразу в Ганну отправляться. Флот наш не пострадал, поэтому нормально. О, в Тога у нас нефть. Отлично. Сколько ещё стран осталось? Три. То есть, захватим Ганну, ну и соседние страны. Ниггер надо захватить. Мне Ниггер нравится. Да. Жаль, повстанцев использовать нельзя. Грёбанный Ниггер. Ничего не имею против Ниггера. В смысле, против страны. Но почему там нет повстанцев? Ужас. Такс, хорошо. Такс и такс. Ну ладно. Нужна авиация и нужна пехотная армия большая. Да, авиация есть, а вот пехота, пехота, как всегда, страдает, блин. Постоянно приходится её докупать. Почему мои пехотинцы так слабо сражаются? Почему в игре нету каких-нибудь прокачек, позволяющих сделать армию сильнее, армию пехоты? Это было бы круто, чтобы мы несли меньше потерь. Да, мы подавили восстание во Франции. Шикарно. Давайте сразу докупим туда ополчение на всякий случай, на будущее, чтобы потом меня Франция уже не отвлекала. Ну, в Нигере, да, воюем всё-таки в Нигере. Отлично. Может быть, даже Африку до конца получится сегодня захватить, потому что делаем мы это, ну, действительно очень быстро. Такс, но я почему-то гарнизон нигде не оставляю, это плохо. А гарнизон оставлять нужно хотя бы... хотя бы вот так примерно. Код-де-Вуар. Классное название, просто шикарное. Очень красиво звучит. Код-де-Вуар. Видимо, это когда-то была французская колония. Наверное, я не знаю, но название об этом намекает. Такс. Производство сделано в Нигере. Надо ещё авиацию, пехоту отправить туда. Отлично. Сколько стран осталось? Всего лишь одна, друзья. Буквально через мгновение... Да, мы победили. В Албании через мгновение, буквально, друзья, мы нападём на Китай. Остаётся недолго. Остаётся немножечко подождать. Такс, сбиваем самолёт. Докупаем флот. Ну что ж, Код-де-Вуар, встречай освободителей, освободителей белорусских. Вешайте белорусский флаг. Пора бы уже начинать. Выращивайте картошку. Давай, 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 давай. Давай. Пехоты, блин, опять потеряли целую кучу. В Код-де-Вуаре было 35 пехотинцев. Это, блин, много. Но ладно. Всё, друзья, в общем-то. Всё. Осталось копить деньги и нападать на Китай. В общем-то, денег у меня довольно много. Я думаю, этого хватит для того, чтобы полностью Китай оккупировать. Плюс мы возьмём, конечно, повстанцев, чтобы смягчить. Смягчить вражеские силы. Ну и чё? Блин, сбрасывать сейчас или подождать, пока докупим войска? А я думаю, можно прямо сейчас сбрасывать. Код 828. Отлично. 828. Китай. Найти бы Китай и не промахнуться. Если я сброшу бомбу на какую-нибудь Либерию, это будет прям печально. Надо сбрасывать только на Китай. Катар, Кувейт, Вьетнам, Малайзия. Так, ну вот же мы где-то в Азии, нет? Киргизия. О, Китай! Друзья, это Китай. Фух, тут не промахнёшься. Ну что? Я любил Китай. Я уважал Китай. Китайцы классные, но белорусы класснее. Так, ладно. Ракета полетела. Да, это выглядит просто сногсшибательно. Шри-Ланку ещё нужно захватить. Я раньше её испугался, потому что там большой флот, и как бы вообще всё круто. Но сейчас Шри-Ланка для меня, это словно, ну, букашка. Раз и раздавил. Великолепно. Давай Пэмс. Жаль, ядерный грибок здесь реализован и не очень красиво, и увидеть сложно. 48, 49, 48. Эх, изи, просто изи. Авиации уже хватает. Флот мы прокачаем. Отлично. Ну и пехоту. Хотя у нас же есть повстанцы, поэтому... Ну ладно, всё равно на будущее пригодится. Ангола. Повстанцы в Анголе. Стоп, прежде чем нет. Сначала Китай. Пока они не восстановили силы. А об Анголе будем думать позже. Где Ангола? Кто там собирается с Анголой выпендриваться? У нас есть всё. Ну, повстанцы. 18. У нас их больше. Даже пускай будет так. И авиацию нужно в Анголу докупить. Да и флот, в общем-то, тоже. Ну что с Китаем-то? А, идёт битва или нет? Вроде побеждаем пока. Вроде побеждаем, друзья. Не вроде, а побеждаем. Хотя с флотом какие-то проблемы. Если вдруг флот китайский окажется мощнее... Нет, мощнее он не окажется. Китай теперь. Беларусь. Ха-ха-ха. Теперь все кроссовки будут шить в Беларуси. Да. И смартфоны делать тоже будут в Беларуси. Это круто. Ну что по производству у нас? Офигеть. Обувная фабрика. Прекрасно. Фабрика рубашек. Великолепно. Шины. Готово. Пять производств. Ну, я на самом деле рассчитывал на большее. Но и так неплохо. Вещательное оборудование. Отлично. Завод тяжелого машиностроения. Великолепно. Опять. Кто нападает на чат? В чате войска нету. Еще бы чуть-чуть и я бы потерял свой чат. Это было бы плохо. Давайте так сделаем. Чтоб наверняка. Повстанцы пока не дергаются. Все. Чат неприступный. Там авиация больше, чем была при прежнем правителе. Армия тоже. А я хочу немного армии закинуть в Китай. Потому что стопудово его кто-то захочет отвоевать. И прямо этого не хочется. Мне Китай нужно защищать. Все. Там супер много пехоты. Много флота. И вообще все классно. Но могут быть повстанцы, друзья. И нашу идиллию повстанцы могут нарушить. Это вообще не круто. Я бы не хотел этого. Не хотелось бы. Так, ладно. Продолжаем Африку. Че? Кто? Где? А, Ванголия. Окей. Подавили. Ну что, продолжаем захватывать Африку. Ёлки-палки. Надо бы уже доделать до конца. На чатую работу. Тридцать, двадцать шесть, пятнадцать. Да я уже даже не знаю. Я не жалею деньги. Я не считаю их. Я просто покупаю то, что я хочу покупать. И все окупается, друзья. Прибыль безграничная. Что бы я ни делал, всегда денег много. А с Китаем так вообще. Денег будет дофига. Ладно, Ливия. Здорово. Мы идем к тебе. В гости. Просто попить чайку. Покушать ливийских булочек вкусных. Ну и захватить заодно страну. Почему бы и нет. А потом Алжир. Марок. Че, кто? Че, на чат напали? А, да. Нас же предупреждали, что на чат будут нападать. Наши разведчики работают офигительно. У нас самая большая получается разведывательная сеть в мире. Сеть информаторов. Потому что, ну, враг не знает, когда я нападаю и на кого я нападаю. А у нас всегда есть предсказания. И это круто. Так, армию сразу. В каждой стране я оставляю армию. Не знаю, теперь это у меня какой-то пунтик. Он прям хочется, чтобы все чувствовали себя офигенно. Что в Тунисе? Блин, по-моему, Тунис можно захватить с помощью одних только повстанцев. Нет, а реально можно? А хотя, блин, нападаем сразу. Нельзя без своих войск отправить... Короче, воевать с Тунисом без своей армии не получится. Я думал, одни повстанцы смогут это сделать. Это было бы круто. Потому что армия в Тунисе маленькая, а повстанцев довольно много. Да, вы выиграли войну вообще без проблем. В Алжире, я думаю, тоже будет все шикарно. Такс. Ну, пам-пам-пам-пам. Пехоты много, самолетов. Блин, по 50? Я мог бы не рассчитать. Я не знал, что так много. Черт. Придется затратить такие же силы, как и для завоевания Китая. Это прям круто, Тунис. Это прям круто. Жесткие вы. Всю армию свою потрачу, елки-палки. Воздушные силы, флот. Такс. И пехота. Пехота, пехота, пехота. Блин. Жалко было тратить эти деньги. Ну, Алжир, смотри, у тебя должно быть как минимум 3-4 производства, иначе прям, иначе прям не очень круто, Алжир. Получается, ты меня обманешь? Заставишь потратить деньги, а взамен мне ничего не дашь. Я бы не хотел, чтобы это было именно так. Мне справедливо, не круто, не честно. Нельзя так, Алжир. Да, кстати, сколько нужно? 17 стран для следующего ядерного удара. Ух, ну нанесу я его уже, наверное, по США, и тогда у меня противников, в общем-то, и не останется. Россию или по России, блин, у них одинаковые войска. Сложный выбор. Ну, потому что своими силами ни США, ни Россию захватить я уж точно пока не смогу. Это факт. Что, в Алжире всего лишь два производства? Пипец, блин. Как-то не круто. Я ожидал гораздо большего. Посмотрите, какие затраты. Я сразу армию покупаю. Я кучу денег потратил на армию, чтобы Алжир захватить. А он мне дает всего лишь два производства. Это несправедливо. Так нельзя, Алжир. Я огорчен твоим поведением. Надо будет оторваться на Буркино-Фасо. На этой прекрасной стране. За всю боль, которую мне причинили в Алжире. Мы выиграли войну. Отлично. Это мне нравится. Тут, конечно, не стоило рассчитывать на большое производство. Потому что и армия была слабая. Но вот Алжир. Ладно, что это за страна? Мали. Друзья, в Мали у нас самолеты и пехота. Тридцать четыре, тридцать три. Ладно, могу позволить себе воевать с ними. Даже флот закуплю, пускай лежит. Чтоб потом не пришлось это делать до пятидесяти. Так. Так. Нормально, Мали. Захватываем, значит, Мали. Кто? Что? Где? Руанда. Иностранная атака на Руанду. Как они вообще думают об этом? А, так у меня в Руанде супер дофига армии. Они ничего не смогут сделать, даже если сильно захотят. Авиации нет, кораблей нету. Воюйте с пехотой. А пехоты дофигища в Руанде. И она вооружена хорошо. Ну, а мы тем временем захватили еще и Мали. Прекрасно. Ну и последняя страна на сегодня, друзья. Ботсвана. Да, блин. Повстанцы в Ботсване. Где Ботсвана? Вот она. Вот теперь-то нас точно больше. Марокко может захватить, а? Чтоб не морочило, он мне голову больше. Давайте Марокко. У них довольно мощная армия. Хочется с ними справиться. И забыть раз и навсегда про Марокко. Слишком много с ней Марокко. Это, наверное, первая страна, которую я исследовал в Африке. И мне казалось, что захватить ее будет просто. Но, как оказалось, армия мощная. И я просто испугался. Но сейчас ситуация обстоит совершенно иначе. Совершенно абсолютно. Марокко, Марокко, Марокко. Здорово, Марокко. Ну и посмотрите, практически полностью Африка принадлежит нам. Осталось буквально несколько стран. Это радует. Наш теперь еще и Китай. А значит, это будет хорошим плацдармом для вторжения в Азию, в Австралию, в Новую Зеландию. Во все эти великолепные страны. Ну и теперь уж точно можно сказать, что наша империя самая большая в мире. Друзья. И по численности населения. И по площади территории. По-любому. Так, ну че. А, да, я же захватил. Надо теперь производство прокачать. А то как это так? И армию даже я в Марокко оставлю. Иди сюда. Отлично. На этом пока все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Я рад, что вы были на этом видосе. Я рад, что мы захватили Китай. До новых встреч. Удачи. И пока. Дальше больше. Субтитры сделал DimaTorzok